Напряжение и эмоции. Выходные были для баскетбольного клуба «Атом» непростыми. Саровчане дома принимали две сильнейшие команды области. В субботу наши спортсмены встретились с молодым клубом из Дзержинска. Тренер «Атома» Дмитрий Покровский назвал игру своей команды в четвертой четверти лучшей в этом сезоне. В начале саровчане проигрывали 15 очков, но никто из ребят не стал опускать руки. Команда доказала, что у нее есть характер. Стали играть быстрее, меньше стали бить мяч в пол, передачи были вертикальные, самое главное. И вот таким образом Дзержинск, мне кажется, все-таки сломался в конце, мы их дожали. Выиграли 15 очков где-то, несмотря на то, что уступали по ходу игры тоже 14-15 очков. Собрались и победили. Матч саровского баскетбольного клуба «Атом» с командой «Торпеда» из Павлова тоже заставил игроков и болельщиков понервничать. После первого периода Саров проигрывал. В перерыве тренер внес коррективы, и уже во втором периоде «Атом» наверстал упущенное и вырвался вперед. В Павлова приехала команда молодая, команда бежит. Они приехали свежие, и мы знали, что они будут бежать, будут прессинговать всю игру. И вы знаете, мы видели, мы проигрывали даже в первой четверти. Но вот опять же, наверное, здесь опыт игроков наших решающую роль сказал. И сегодня здорово сыграли наши большие под кольцом. Вот, наверное, это основной фактор успеха. Мы загружали хорошо мяч под кольцо, освобождались края. И процент трехочковых сегодня, 46 процентов, это, конечно, здорово. По верхней линии у нас как бы было все достаточно неплохо. Ну и откровенно мы провалили третью четверть. Надо было просто немножечко по-другому играть, надо было побыстрее бежать. Мы стали играть в позиционный баскетбол. И с этой командой играть в позиционный баскетбол, вот, скажем так, нашим составом против этого состава, ну, нереально, чтобы выиграть. Этими победами «Атом» обеспечил себе выход в плей-офф. Пока клуб идет на втором месте с одним поражением и сохраняет шансы стать первым в подгруппе. Саровчанам осталось провести три игры, и все нужно выиграть. Среди них выезд в Павлова и очередные домашние матчи с Розамасом и Кстовым, которые пройдут уже в эти выходные. Уважаемые болельщики, я скажу так, если бы вчера не ваша поддержка, такого камбэка могло бы не произойти. Поэтому спасибо всем, кто приходит и кто еще придет на наши игры. Приходите, будет очень интересно. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.